Это куберит математики, здесь математика, здесь учительская наша. Обычная средняя школа с необычными учениками. За партами здесь сидят те, кому за 30. Сергей Галай показывает корпус, где обучение проходят осужденные по различным статьям Уголовного кодекса. Мужчина следит за порядком в колонии строгого режима. В уголовно-исполнительной системе он почти 30 лет. До этого работал в спецназе. Привыкли нормально работать. Конечно, своеобразно работает спецконтингент, но мы привыкли. Ну и слава богу, без всяких ЧП и происшествий. Они тоже люди, они все понимают. С ними надо просто уметь работать. Помимо доступного образования, как среднепрофессионального, так и высшего, осужденным предоставляют рабочие места. Одни предпочитают швейное дело, другие выбирают древесное производство. В прошлом году доход от продукции колонии составил 40 миллионов рублей. За счет зарплаты осужденные могут погашать иски и возмещать часть ущерба, которые нанесли потерпевшим и их семьям. Чем быстрее этот долг будет погашен, тем скорее получится выйти на свободу по условно-досрочному освобождению. Вопросы по которому являются самыми частыми на приеме у прокурора и у полномочного по правам человека. Кто недоволен чем-то условиями содержания, возможно, как правило, подают заявление, что судом отказывается в условно-досрочном освобождении. В зависимости от того, что там изложено, проводится проверка. Если речь об обжаловании судебных постановлений, мы требуем эти решения из суда, смотрим в законностях. Мы разбираемся в каждом факте, за что был привлечен к ответственности, за что был помещен, были основания. Такие приемы проходят ежемесячно. Осужденные приходят и с бытовыми вопросами. Впрочем, часть из них обычно решается и до приема. Мы обращаем внимание, прежде всего, на условия отбывания наказания, на условия труда, когда у нас осужденные выходят на те или иные работы, по материально-бытовому обеспечению осужденных. В 13-й колонии свыше 700 осужденных. Большая их часть отбывает наказание повторно, поэтому разбойных случаев здесь практически нет, говорят сотрудники УСИН. За прошлый год и вовсе не зафиксировано ни одного. Если же подобное происходит, то к делу подключается областная прокуратура. Мария Левина, Николай Епифанов. События.